Сегодня у нас билет «История развития путешествий и внутреннего туризма» на Алтае. Но тут хочется сказать, что у вас у каждого будет свой регион, своя область, свой край. И тут вам придется немножко потрудиться, порыться в литературе и составить собственный ответ на этот билет. Сейчас мы с вами рассмотрим на примере Алтайского края. Вы примерно поймете план составления ответа и уже тогда без труда сможете ответить на вопрос, как исторически развивался внутренний туризм в вашем регионе. Ответ на билет формируется очень кратко. Я вас уверяю, что вы как только окунетесь в историю туризма своего региона, своей области, там будет огромный поток информации, огромное количество каких-то культурно-исторических памятников, событий и тому подобное. Вам нужно будет взять только самое основное. Ответ на билет не должен составлять более 7 минут. Так что тут ориентируйтесь. Итак, история развития путешествий и внутреннего туризма на Алтае. Плановое развитие материально-технической базы туризма на Алтае началось лишь в советское время. Летом 1927 года западно-сибирский край исполком организовал первое путешествие по Телецкому озеру. Этот поход можно считать началом планового освоения туристских ресурсов региона, а простой навес с деревянными нарами – первой туристской базой. Вскоре в стране было создано Общество пролетарского туризма ОПТ, ставшее по сути органом государственного управления. Туристский поток на Алтай начал нарастать. В 1936 году на Телецком озере построили деревянный жилой корпус. В 30-х годах также появился дом туриста в Аскате. Строительство Чуйского тракта позволило резко расширить ареал алтайского туризма за счет туристского и альпинистского освоения высокогорных хребтов Центрального Алтая. В 1957-1961 годах создаются детские туристские базы – Рассвет, Юность и Медвежонок. Начинают действовать детские туристские маршруты. К сожалению, с середины 60-х годов до конца 80-х годов средства на развитие материально-технической базы туризма на Алтае государство практически не выделяло. Туристская база «Золотое озеро» вместе с приютами одновременно принимала более полутора тысяч человек. Туристская база «Катунь» до 1968 года была филиалом «Бийской турбазы». Материально-техническую основу «Катунь» составляют двухэтажные деревянные корпуса с двух и четырехместными номерами и с полным отсутствием благоустройства. В 1975 году сдан в эксплуатацию туристский комплекс «Турист» в Горно-Алтайске. Гостиница была рассчитана на 270 мест и имела ресторан, зрительный зал, буфет, парикмахерскую, библиотеку и другие службы. В 1982 году в Акемском ущелье под Белухой начал работать международный альпинистский лагерь «Алтай» спорткомитета СССР. До перестройки в нем побывало более ста человек из стран Азии, Америки и Европы. Началом массового альпинизма стал 1935 год, когда была проведена первая всероссийская альпиниада на Белухе. До войны в альпиниадах и лагерях подготовлено свыше тысячи альпинистов, покорены многие вершины Алтая. До 90-х годов XX века на Алтай приезжали туристы со всей страны. Ежегодно здесь бывало 40-50 тысяч человек, в том числе плановые всесоюзные маршруты посещало 4 тысячи, местные туристские маршруты – более 30 тысяч. Самодеятельных туристов, регистрирующих свои путешествия, ежегодно приезжало примерно 7 тысяч человек. В первой половине 90-х годов XX века начали появляться новые туристские базы, а старые – дробица. Турбаза «Юность» разделилась на «Юность» и «Агрут». На территории туристской базы «Золотое озеро» появилась база «Лагуна». Рядом с турбазой «Коту» несколько лет назад построен комфортабельный комплекс «Турсип». Одними из первых в этот период были построены туркомплексы «Манжирок», «Эдем», «Высотник», «Царская охота». Наиболее интенсивный рост числа объектов размещения туристов начался с 2000 года. В настоящее время Алтай у нас раздробился на горный Алтай и алтайский край. Что касается алтайского края, то он специализируется на соленых озерах, то есть лечебно-оздоровительном туризме. Розовое озеро в Бурле, соленое озеро в Яровом, которое по своим характеристикам превосходит даже Мертвое море, соленые озера Завьялова и так далее. Горный же Алтай, естественно, больше специализируется на горном отдыхе. Это альпинизм, восхождение на горы, это сплав по горным рекам, пешие прогулки, прогулки на лошадях и тому подобное. Европейские туристы, которые привлекает горный Алтай, называют его Сибирской Швейцарией, а горы Алтая сравнивают с Тибетом. До недавнего времени большинство турбаз и туркомплексов не могло похвастаться высоким уровнем сервиса и предоставляемых услуг. В настоящее время ситуация заметно изменяется. Появляются новые турбазы, дома отдыха, отели с обслуживанием, претендующим на европейское качество, развивается сеть автодорог, реконструируются старые и строятся новые мосты через Катунь и ее притоки, активно развивается лечебно-оздоровительный, познавательный, экологический, фестивальный сельский туризм. В настоящее время в регионе работает более ста туристических комплексов и баз отдыха, и их количество продолжает увеличиваться. Одним из ярких событий последнего времени это было открытие комплекса природного и экстремального туризма «Бирюзовая Катунь», которая расположена на берегу реки Катунь в Алтайском крае. Этот комплекс имеет статус особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. К началу 2017 года на территории работало 24 объекта, в том числе искусственное озеро для купания и рыбной ловли, два горнолыжных спуска, круглогодичные гостиничные комплексы, парк экстремальных развлечений, пасека, выставочные помещения, магазины и кафе. Алтай становится одним из самых перспективных направлений внутреннего и въездного туризма. Остается надеяться, что рост популярности среди туристов и бурное развитие туристической инфраструктуры не нанесет значительного ущерба уникальной природе Алтая и его культурно-историческому наследию. На этом наш с вами билет «История развития путешествий и внутреннего туризма на Алтае» закончим. Поблагодарить автора, то есть меня. Вы можете подпиской на наш канал, она бесплатна, поставить лайк или сделать репост этого видеоурока у себя на страничке в социальных сетях. Для этого надо нажать на значок «Поделиться под этим видео». До встречи в следующем билете, в котором мы поговорим с вами о технологиях организации санитарно-курортного лечения. Продолжение следует...